Здравствуйте, люди! Здравствуйте, Иван! Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, уважаемые муховязы! Все-все-все привет! Мы сегодня с моим другом Андрюхой выехали на рыбалку и так планировали, а тут так совпало, что и эфир наш тоже будет косвенно посвящен иногда и напрямую рыболовным всем премудростям. Мы сейчас на излюбленном месте рыбаков, которые любят выехать в городе недалеко и половить для души каратей, озеро Мясокомбинат. Очень известный водоем в городе Красноярске. Сейчас мы испробуем несколько видов наживок. У нас есть вот такой прикорм. В общем, когда что-нибудь поймаем, мы обязательно опять включимся в эфир и вам расскажем. А Антон-то Моцкус рыбачит. Давайте послушаем. Поймал уже что-нибудь? Ой, что-то счастливый вроде. Да, поймал? Ребята, в гороскопе кто последние были? Рыбы. Поздравляем! Я, если честно, таких огромных каратей я еще в жизни никогда не ловил. Да это магазинный! Он был невероятно. Да что он машет этими плавниками? Смотри, он живой. Потому что он только что из воды. Знаешь, Саша, как говорится, тебе бы так и ты бы так. Слушай, я тебя защищаю, тебя тут Иван обвиняет, что это из магазина, а ты еще и на меня ругаешься. Посмотри, вот он. Это не магазинный, нет, самый что ни на есть настоящий карась. Вот, смотрите, жирный, большой, вот такой вот. Привет всем. Взял на червяк. Знаете все, что обычный червяк, вот он, зарешал. Ну, мы как спортивные рыболовы, конечно, его сейчас будем вызволять из этих крючковых оков и выпускать обратно. Потому что, ну, есть у карася, конечно, не собираемся. Я его готовить особо не умею. Ну, и говорят, что карась, ну, и я тоже на своем опыте знаю, он костлявая рыба такая, специфическая. Но многие карасей любят употреблять пищу. Вот, посмотрите, вот этот вот, ну, граммов, наверное, сколько? 300? 300, может быть, даже больше. 400, наверное, даже есть в нем. Ну-ка, попробуй. Подержи, как бы, опытного рыболова. Сколько? 350. 350 граммов есть в этой рыбе. Боже мой, опытный рыболов. 350, да. Спасибо. 350, да. Ну, пускай будет так, 350. Весов с собой кухонных точных мы не взяли. В общем, рыбачки, это прикольно. Значит, пораньше выходить. Здесь много народа сидит. Мы еще немного порыбачим. Возможно, вам потом сделаем фотографию еще большего улова, пока его отправим вот этого первенца нашего, самого большого, в садочек. Ну, а потом, если поймаем еще, то всех уже, конечно, выпустим, предварительно сделав памятное фото. Антон, вопросы из студии от коллег. Как давно вы стали заниматься спортивной рыбалкой? Всегда слышу от вас истории, что вы съедаете все до хвоста. Сегодня. Отлично. Когда-то надо было начинать. Все. Хорошо. Еще пообщаемся, делаем паузу, переходим к новостям. Пару минут назад разобрались с мормышками. Это было очень загадочно для меня, потому что я впервые увидела все эти вот, как это, мухами. Ну вот, сегодня подержала мормышку, завтра возьмешься за удочку. Да, именно так. Наш коллега Антон Моцку сегодня находится на выезде на озере Мясокомбинат. Наконец-таки он рассекретил свое местоположение. Доброе утро еще раз. Ну, какие у вас на сегодня планы с вашим корешем? Планы у нас, конечно, наполеоновские. Хотим что-нибудь хотя бы поймать. Но место это для нас обоих новое. Но уже когда мы сюда подъезжали, еще не было шести утра, здесь рыбаки местные уже сидели. И пока мы ждали вот этого выхода в эфир, мы успели пообщаться с некоторыми из них. Особенно спасибо огромное женщине, которая вот сейчас проходила мимо и сказала, что мы не там сидим, во-первых, да, что место не то мы выбрали. Наверное, скоро будем перебираться. И во-вторых, ну, Андрей в хорошем плане по рыбалке психопат. Он купает все, он знает все. И единственное, что вот каждое место всегда надо прощупывать. У него с тобой было очень много прикормки. Мы прикормили это место. Мы насаживали опарышей, червяка. Мы насаживали какую-то китайскую наживку специально, которая вот смешивается с водой. Вот таким образом в контейнере выглядит, как такая каша. Пока ни одной поклевки. Хотя рыба плавится, потому что тепло. Они прыгают вот здесь. Видно этих рыб. Антон, коллега, вот сегодня ты сказал с утра, что место, возможно, не то. А можешь поделиться опытом с других мест? Вообще удавалось чего-нибудь поймать? Может, вообще подход неверный? Может, вообще ни одной рыбы не было еще поймано тобой? А, рыбак? Нет, было. Было. Мы недавно на реке Мана вот с этим же человеком наловили ельцов. И в прошлом году килограммовая щука мне попалась на озере Песчанка. То есть это говорит о том, что он все делает правильно, точнее, он мне все говорит правильно, а я все делаю правильно по его советам. И по советам местных рыбаков они нам сказали, мы спросили, на что здесь ловят, они сказали. На белый хлеб. Белый хлеб. Вот сейчас нам как раз тетенька дала кусочек белого хлеба. Попробуем, посмотрим, что здесь будет. Если ничего не поймаем здесь, будем менять место. Посмотрите, рядом, может быть, там есть действительно какая-то местная пекарня, которая делает специальный хлеб, на который можно ловить. Антон, еще один вопрос хотел задать. А, вот, а как это? Плавсредство-то? Лодка? Да. Когда этап этот жизни наступит, когда будете приезжать, значит, с Андреем, надувать лодку и, как говорится, по воде выходить вглубь озера? Ну, это дорого, представляешь, лодка. Это же ее надо где-то хранить. Я думаю, где-то через недели-две мы уже к этому будем готовы. Прекрасно. Мы еще с вами пообщаемся. Хорошего вам времяпрепровождения. Погода и настроение позволяют. Сегодня Антон Моцкус на рыбалке. Мы в студии продолжаем программу. В течение всего эфира мы на связи с Антоном, который пытается поймать рыбу. Антон, ну как дела? Что-то там клюет уже или как дела-то вообще? К сожалению, пока ничего. Мы перепробовали все наживки, прикормили все, но ни одной поклепки. Поклепки-то были, конечно, даже хлебушек с крючка один раз у нас пропал. Это значит, что рыба есть и рыба хочет есть. Но вот пока вытащить ее нам не удается. Сейчас я пойду прогуляюсь здесь. Ну, по моим подсчетам, человек, наверное, семь сидит на берегу. Они все присоединяются, присоединяются. И сразу же, пользуясь случаем, хотелось бы отметить не очень... Сейчас вот так сделаем. Не очень чистое озеро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Особенно посмотрите вот на это. Вот они. Вот они. Ах вы. Последствия, последствия выходных. Стекляшечки, да. Какие-то недобросовестные рыбаки. К сожалению, да. Вот здесь есть такая дорожка, по которой бегают люди, гуляют с собаками. И вот на ней очень тоже много мусора, к сожалению, к чему-то. Вот два парня сейчас, молодых школьников, видимо, на каникулах, приехали на велосипедах рыбать. Антон, Антон, ну ты часто бываешь в этих местах. Слушай, а давно вот так облагородили озеро? Плиты вот эти положили, как на качи, там, беговые дорожки сделали? Давно это? Не знаешь? Ну нет. Вот, кстати, здесь я первый раз, я вижу, что вот эту часть песчаную облагораживают до сих пор. И причем там ходит человек, тележка убирает мусор. Там стоят волейбольная площадка, баскетбольные кольца. То есть там, кстати, здесь есть специальный тренировочный комплекс для собаководов с собаками, чтобы побегать по разным препятствиям. Вот его я здесь раньше не видел. И, кстати, на этом озере в 17-х числах, 17-го числа, по-моему, да, здесь будет в июне соревнование по донной ловле. По донной ловле. Лучше бы, Антон, 17-го числа собрались бы все, да убрали бы берег. А потом бы проводили соревнования. Ты скажи нам, Антон, пожалуйста. Ну да, я тоже за чистоту. Вам же уже сказали, что вы находитесь в каком-то таком месте, где не клюет. Почему вы не поменяли дислокацию? А потом мы посмотрим, что люди-то и сюда тоже идут. Поэтому мы решили остаться. Ну и прикормили уже, зачем куда-то идти. Тем более, чтобы прикормить. Давайте зрителям откроем тайну, что пока Антон не включился, его не было в кадре, сидел он с довольно-таки грустным лицом. Скажи, Антон, а вот грустное лицо рыбака это всегда так или нет? Или даже вот когда нет ловли, все равно радуешься, что лучше, чем на работе. Знаете, есть такое, да? Эх, лучше, чем на работе. Это потому, что рыбаки все утром выходят. Рано. И поэтому грустные. Сейчас мы с опытными людьми поговорим. Ну как, нету ничего? Не клюет? А, клюет там, говорят, успех. А вы тоже на хлеб, да? А, у вас и червяк тоже, да? Вот у всех и хлеб, и червяк, а пока не клюет, почему-то ни у кого. Это школьница? Ты говорил про школьников. Вон они. Мы их показывать нельзя. Не будем показывать без разрешения родителей. Короче, вот такие дела. Пока ничего не ловят. Даже вот поговорить не хотят со мной, потому что нет улова, понимаешь? Может быть. А, кстати говоря, я вам хотел важную часть сказать. Здесь все ловят карасей. Карась на зиму уходит в пячку. И просыпается, знаете, когда? Как понять, что можно уже идти на карась? Когда лед сошел, наверное. Когда цветет черемуха. Вон оно как. То есть это значит, карась проснулся. Мало того, что холодно в городе было, адский, так и карась проснулся, значит. Да, отлично. Антон, прекрасно. Мы ждем от тебя еще одно включение. Мне кажется, как настоящему рыбаку, вам чего-то не хватает с утра для хорошей рыбалки. Ну да ладно, ну да ладно. Самое главное, чтобы грусть вас не посещала, и вы в конце эфира все равно какого-нибудь маленького караська дана покажете. Желаем удачи. Делаем паузу ненадолго. До связи, коллега. Хотим вернуться мысленно и как это, при помощи телевидения. Вот, да вот, все, смотри, что это там. А что там, чего-то, чего-то, клюет, ааа, клюет что ли? Да ты покажи камеру. Да ладно, да, ааа, класс. Вот это да. Это третий, третий. Пока вы прерывались, смотрели на мотоциклы, был еще один небольшой, сейчас мы вам покажем. Внимание, вот сейчас еще одного вытащили. Вот, посмотрите, вот такой уловчик у нас. Живые все пока? Ну да, да, плавают, посмотри. Вот, привет вам передай. О, перепыхается. Я теперь весь мокрый. Вот теперь у нас три. В девяти часам утра начался клев, и почему-то именно на червяк все начали брать. Хлеб, опарыши какие-то, китайские приманки. Все это не сработало, а вот обычный русский дождевой червяк сработал. Да вы что? Вот это да. Напомним всем нашим зрителям, которые, возможно, недавно к нам присоединились. Сегодня с 6.30 Антон находится на озере мясокомбината. Была поставлена задача порыбачить с утра. Ну, как видите, за последней... Задача выполнена. Безусловно, задача выполнена. За последний только час было поймано три рыбы. Если посидеть еще до обеда, да, оборудовать вокруг себя специальным зонтиком, да, чтобы на солнце не сгореть, то можно, Антон, потом эту рыбу кому-нибудь и продать. Ой, красота какая. Ой, какая. Саша, это твой будет. Я тебе его привезу. О, спасибо большое. Как ты его назовешь? Василий. Будет карась Василий. И что-то в этом есть, по-моему. Зачувствую тебе Василий, ты отправляешься к ней. Наш коллега заканчивает, а может быть и не заканчивает, я не знаю, может быть и продолжит еще. Я до завтра еще потяжу. Да, спасибо, Антон, большое. В следующий раз расскажешь, что у тебя за удочка, какой там спиннинг у тебя в руках, да, леску какую используешь. В общем, еще на тему рыбалки обязательно летом поговорим, уж больно она получилась интересная. Продолжим эфир вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok